Домашний матч Тереку Крылья счет футболисты Терека. Крылья счет сравняли, но гол Адиса Яховича засчитан не был. Судья сделал вывод, что снаряд залетел в сетку ворот из положения вне игры. В дополнительное время гости оформили второе взятие цитадели советов. Поражение Крыльев 0-2 и Самарский клуб занимает восьмое место в чемпионате страны. Лидер ЦСКА. Хоккейная Лада с минимальной разницей в счете проиграла питерскому СКА в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. Первую победную шайбу записал на свой счет армеец Илья Ковальчук в первом периоде. Восстановил равновесие за минуту до второго перерыва ладовец Антон Шенфельд. Третий период СКА выиграл, забив еще одну шайбу. Ток встречи 2-1 в пользу армейцев северной столицы. Лада на востоке КХЛ занимает последнее место. На первом Сибирь из Новосибирска. На западе впереди Ярославский локомотив. 20 октября во вторник в МТЛ-арене баскетбольная Самара сыграет в 7 часов вечера первый домашний матч чемпионата Суперлиги. И первый соперник, обладатель золотых медалей турнира и Кубка России клуб Новосибирск. Сибиряки уже успели заработать первые победные очки. Им сдались Парма и Купол Родники. Самара тоже дважды праздновала победу на старте чемпионата. В пятницу в 6 часов вечера Самарский клуб встретится в спорткомплексе СГЭУ с Иркутом. Вход на поединке свободный. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.